Дружище, приятного просмотра, не забывай поставить лайк, подписку, колокольчик. Думая о том, какой мне видеоролик записывать, я в веб-чате увидел самое заманчивое объявление. Хотите компот? Залетайте в 80-ю закуску. Я уже представлял, что там ожидает какая-то мега-супер-офигенная туса. Однако, 5 минут спустя, когда я пришел, там никого уже не было. Но потом я наткнулся на дедулю, который появлялся в недоступных местах, стрелял во все, что движется, который кричал И который почему-то питал какую-то особую любовь к мусоркам. Естественно, такое поведение на сервере, оно недопустимо. И я решил этого дедушку наказать. Четко. И вот, телепортируя нашего потенциального нарушителя, у нас с ним завязывается конструктивный диалог. ТП меня. На тебя жалуются игроки, что ты им мешаешь. Я не мешаю. Они брут. Они б... Раз диалога у нас с ним не получается, ну тогда можешь отправляться в Демарган на 10 тысяч часов. Нет, прости. Не отправляй в Демарган. Я сделаю, что захочешь. Сделает все, что захочу. Прости. Меня на машину кинули за 6 кк почти. И теперь я ни с чем остался. Теперь мы выяснили, почему этот дед был таким злым. Однако отпускать его просто так я не собираюсь. Я готов тебя простить, если ты выполнишь три моих задания. Первое задание это раздать 5 новичкам по 10 тысяч вертов каждому. Хорошо. Новичкам будет приятно при старте получить хоть небольшой капитал, тем более он отдается своих денег, а вы можете получить 800 тысяч вертов, если зарегаетесь на мой никнейм Solomon Empire на Аризон РП Брейнбург. И так как господь наделил меня специальной командой Slash Recon, я теперь наблюдаю за ним и он начинает раздавать новичкам халявные денежки. Вот он отдал первому, и теперь он ищет второго паренька кому отдать. Передает второму. Теперь он скорее всего бежит к Балласу, но Баллас дает новичок, и соответственно мне надо наверное телепортировать его, чтобы напомнить, что только новичкам нужно отдавать. А нет, за меня все сделала вот та машина. Кого только не пытается поймать этот дед, чтобы передать эти деньги, но люди пропадают. Но он не унывает и находит очередного бомжика и отдает ему заветный кеш. Уля! Этот игрок был точно в шоке. И конечно тот игрок его поблагодарил за его доброту. Следующего игрока природа мать наделила самым лучшим никнеймом. Но это не мешает нашему деду творить добрые дела и передавать ему деньги. И получать взамен благодарность. Вот и отдает последнему бомжу халявные денежки и первый квест он выполнил. Вообще его можно было бы уже простить, но я не хочу его отпускать и хотелось бы мне дать такое задание, чтобы он запомнил навсегда, что нарушать это плохо. Поэтому угадайте, что же я выбрал. Напишите в комментариях какой ответ вы выбрали. А. Глупая идея Б. Глупая идея С. Глупая идея И Д. Глупая идея И если вы выбрали вариант глупая идея, поздравляю. Ведь следующее задание, что он должен добраться до больницы Лос-Антоса перекатами, чтобы он избавился от недовольства навсегда. Пиздец, нахуй, блять! На его месте я бы уже сам себя бы послал. Однако дед настолько хочет встать на путь исправления, что выполняет это даже никак не халтуря. И когда я увидел, что он полностью добежал перекатами до больницы Лос-Антоса, я решил ему сделать подарок в виде третьего задания. А заключается оно в том, что я ему подарю машину, потому что, как вы помните, он говорил, что его кинули. А если мы ему подарим машину, то он станет, скорее всего, хоть чуточку добрее. Поэтому садимся на мопед, едем на парковку и делаем ему сюрприз. Так как тебя кинули, я хочу сделать тебе подарок, но взамен ты больше никогда не будешь злым. Чё? Мне? Правда? Всё-таки мы должны делать добрые дела, продаём ему автомобиль. Спасибо! Я надеюсь, этот транспорт ему понравится и он будет долго на нём кататься. Да и смотрите, он даже больше и не дед. Вот что делают добрые дела. Надеюсь, вам понравился видеоролик. И, конечно же, пишите комментарии, ставьте лайки. Буду рад на самом деле делать добро людям. Спасибо за просмотр. Всем удачи и до скорых встреч.